Это флагманский автомобиль нашего пробега Автопатриота. За три недели ему предстоит проехать около 8 тысяч километров в совершенно разных условиях. Поэтому к подготовке авто решили подойти весьма серьезно. И через несколько часов, когда мастера закончат свою работу, эта машина сможет по праву называться внедорожником. На то, чтобы переделать это авто, у специалистов ушла почти неделя. Теперь на нем стоят доработанные под бездорожье подвеска и рама. Мастерам осталось заделать колесные арки и установить шины и диски, которые, кстати, сделаны специально под эту машину. Машина дорабатывается, ставим на нее 35-е колеса, так называемые. 35-е – это в дюймах, соответственно, размер. Дорабатываются, конечно, колесные арки, чтобы мы могли их туда поставить. Боковины, подвеска, кронштейны, рамы к кузову дорабатываются, изменяются. Это повысит ее проходимость, съезды, углы съезда, въезда. Благодаря такому тюнингу наш флагман теперь сможет проехать практически куда угодно. Специальные диски значительно повысят устойчивость авто, а вместе с остальными доработками позволят нашей съемочной группе забраться в самые труднодоступные места и снять лучшие кадры. Она необходима вот для этой машины конкретно, потому что у нас довольно длинные и сложные пути. Я думаю, что это будет не только трасса, это, конечно, будет и пересеченная местность, особенно в Крыму. У нас есть задача посетить те места, куда обычный автомобиль может не доехать. Поэтому, собственно, и появляется вот такой автомобиль. Пробег «Автопатриоты» стартует 15 августа. Вместе с жителями края мы проедем от Красноярска до Крыма с главной целью посетить места сражений Великой Отечественной войны и возложить цветы к могилам наших героев. «Автопатриоты» объедут около 30 городов и преодолеют 7 тысяч километров. Красноярцы побывают на таких знаменитых памятниках, как Родина-Мать, увидят Олимпийские Сочи и насладятся бархатным сезоном в Ялсе и Симферополе. А мы обязательно покажем это в эфире. Следите за новостями. Алина Штоколова, Алексей Гусев. Новости.